Изучая эту историю уже страны и вообще виды, наш следующий гость Игорь Курсаков, организатор пробега Грозный-Владивосток-Грозный. Игорь, доброе утро. Доброе утро. Мы ничего не наврали? Нет. Все верно сказали? Да. Габриэль у меня вчера терзал вопросами, как, что, ехать. Ну давай. Три месяца, или сколько? Три месяца. Три месяца вы были в пути, и как я понимаю, это такой некий отпуск, получается. На колесах. На колесах. Вот, как вам пришла эта идея, вот, и благодаря чему? Я четыре года назад переехал жить в Чеченскую республику, и я занимаюсь развитием туризма внутреннего. Это у меня пятый автопробег. До этого были не очень большие по продолжительности, то есть они были до Мурманска, до Салихарда и до Томска. А сейчас я просто в прошлом году решил, что нужно проехать всю Россию, из Грозного до Находки. Цель была проехать в Магадан, но там условия дорожные пока не позволяли проехать. И мы выехали 20 марта, вот до сих пор едем, но мы уже возвращаемся из Владивостока. Ну вот, подождите, можно, вы устали? Я вот только хотел. Есть ощущение, вот что, ну все, уже хочется домой, в вашу новую? Нет, абсолютно нет, потому что каждый город это новые впечатления, новые люди. Допустим, вот мы подписаны на страницах в Инстаграме, очень много знакомых, единомышленников. Я единственный, кто знает все их лично в лицо. Вы уже теперь все, с ними подружились. Да, я с всеми познакомился вот так же, то есть вживую. Вы знаете, мы тоже были с телеканалами, с нашими телезрителями в автопробеге до Северного Кавказа. Были мы на Кизиной Ам, где вы теперь живете неподалеку от этого озера Пресного. Да, красиво, нам тоже далось покупаться там. Там, скажите, а что, вот мне понравился Северный Кавказ, но переехать туда я бы все-таки не решилась. Не буду говорить, что не отважилась, потому что на самом деле там нормальные люди живут, никаких вот каких-то таких вот монстров, которые иногда нам рисуют даже те же СМИ, да, там пусть федеральные. Нет там такого. Вот, все очень доброжелательные, и вы сами видели это, глядя на проект. Но, тем не менее, ну, как бы там красиво не было, я бы осталась здесь. Что вас из Москвы побудило переехать вот туда. Из, скажем так, такого урбан-города, здорового, большого, все-таки столицы, целой страны, большой, великой, вдруг в горную деревню. Ну, я когда жил в Москве, я жил внутри Бульварного Кольца. То есть я жил... Так это еще круче. Я жил прямо внутри Бульварного Кольца, то есть улица, которая Рождественка, она выходит на Кузнецкий мост. То есть там вообще до Большого театра я пешком ходил постоянно. Самолетеки. Да. Вот. И у меня просто было профессиональное заболевание, которое я получил, работая в Ханты-Мансийском автономном округе. Я раньше там жил, до переезда в Москву. И я познакомился с ее случайно, я поехал лечиться в Геленджик. И там познакомился с одним человеком, он спросил, что у меня болело. Я говорю, у меня болит вся правая часть суставы. И он мне сказал, у нас, говорит, это лечится бесплатно. Я еще так посмотрел, я говорю, да ладно, бесплатно. Я слышал такие сказки. Не бывает, да. Да, бесплатно там вылечить, потому что у меня лечение было, один сеанс стоил полторы тысячи рублей. То есть болели суставы, вся правая часть, от кисти до колена. Он говорит, поедем. Я говорю, куда ехать? Он говорит, ну, в Чечню. Я говорю, а куда там ехать? Он говорит, в Гудермецкий район. Ну, там есть такое место, называется Дарбанхи-Мелчхи. Я говорю, и что? Он говорит, ты слышал сказку «Большая», то есть «Живая, мертвая вода». Я говорю, конечно, слышал. Он говорит, ну, вот это у нас. Я говорю, ну, это же сказка. Он говорит, поехали. Ну, я поехал, действительно, я за 10 сеансов вылечился. Это бесплатно стоило, мне только это пройти медосмотр. Но это стоило 1200 рублей. И когда у меня было свободное время там, мы, он говорит, поехали на озеро, вот на это, на Кизинам. И я говорю, я бы здесь остался жить, потому что я увидел, какие люди хорошие, как ко мне относились. И я говорю, ну, я вырос на водоеме, мне нужно, чтобы была вода. Он говорит, ну, у нас есть река Терек, и есть вот это озеро. Мы поехали на озеро к его другу, и мы так сидим за столом. И он говорит, он жить здесь хочет, он говорит, да, пусть живет, он, дом есть. Я же так смотрю, думаю, что здесь дом. Как-то все слишком просто, да? Даже не верится. Да, просто думаю, в чем подвох-то, думаю, в чем подвох. Он говорит, ну, он говорит, у тебя в доме есть печка? Он говорит, да, конечно, действительно, дал ключ, пошел, дом открыл. Я говорю, а чей дом? Он говорит, ну, это дом моего брата. Я говорю, а сколько я здесь могу жить? Он говорит, сколько хочешь, столько живи. Я говорю, ну, у меня сейчас не о чем платить. Я же здесь не работаю. Он говорит, ты слышал слово деньги от меня сейчас? Я говорю, нет, он говорит, живи. И я переехал, посмотрел, погулял по окрестным селам, по горам, походил. Там очень красивые места, на снеговой хребет сходил. И понял, что здесь я могу заниматься только туризмом. А оно этого достойно как раз. Да, да, да. Там просто это был 14-й год, август месяц. И я просто увидел, ну, там действительно как непаханное поле, то есть там столько перспектив. Я-то это увидел своим взглядом. И когда я об этом говорил своим соседям, односельчанам, на меня так смотрели, ну, даже с сожалением. А потом, когда поехали первые мои гости, и у меня большой круг общения от Калининграда до Анадыря. И когда поехали ко мне мои первые гости, и люди увидели, что, да, действительно едут нормальные люди на хороших машинах. А им так там нравилось, потому что их это подкупает. И я тогда полностью все вещи забрал с Москвы. Все, я приехал, сказал, все, остаюсь в Чечне жить, потому что все думали полгода. И вы вернетесь, да? Что я вернусь, да. Ну, как-то отдохну, погуляю, поиграюсь там. А я говорю, нет, все, я там начинаю вкладывать все свои средства, знания, силы. А седать? Да. А седать. Хорошо, скажите, Игорь, пожалуйста, вы, я так понимаю, что уже, ну, корни-то кровь не поменяешь внешность, я надеюсь, вы тоже решили менять, там можно всем нормально жить. Но, тем не менее, как-то все-таки себя соотносите уже с кавказцами сами. Про папаху, или это не папаха правильно назвать? Это папаха, она просто вот, я всем показываю, здесь это не носят, но я не знаю, почему, это очень легкий головной оборот, можете взять руки, посмотреть, она ничего не весит. Да, что он мне в руки, я могу и примерить. Да. Я баландинка маленькая. Тебе идем. Ну, вообще, на самом деле, это же головной оборот мужской, вообще-то. Вот, поэтому надо и Габриэлю, мне кажется, у него вообще на контрасте будет. Посмотрите, как красавчик какой. Мне... Ха-ха, круто. Друзья, слушай, я прям тебя в ЗАГС хочу позвать глядить. В ЗАГС, ты меня в ЗАГС упал. А, ну это да, нас не поняли, мы нас не так не делают. Нет, ну она легкая, теплая. Она удобная, у меня просто эти папахи ищут мои соседи, я для того, чтобы они зарабатывали, я у них просто их покупаю, там по 10, по 20, по 30 штуки. Когда я еду куда-то, я их просто там... В подарок. Ну, чаще дарю, конечно. Один раз только у меня человек купил, он просто принципиально, я куплю, ну хочешь покупать? Ну она еще, да, действительно, ну такая, не сильно объемная еще. Я мерила там, прям была, вот, знаете, аж на глаза. У меня есть такая коричневая, да, да, да. Это просто удобно, я за рулем еду, и я постоянно хожу в ней, только сейчас, когда стало тепло, я надел бейсболку, а так я все время в ней ходил везде. Удобная шапка, и она стоит всего 500 рублей. Бейсболка стоит 800, а папаха 500. Ну это, ну вот, это вот как раз Северный Кавказ, про который мы в прошлом году и вам тоже рассказывали, что все лояльно, вы просто присмотритесь, меньше страхов, больше желания. Я бы даже сказала, вы едете с чеченскими номерами, я правильно понимаю? Да, конечно. Как на вас реагируют? Да. Потому что все стереотипы все равно есть. Мы когда уйдем, мне друзья говорили, вы вообще нормальные, нет? Нет, я наоборот, я ж мог поехать на других регионах, а один раз я ездил, рекламируя Северный Кавказ, на 59-м регионе, это Пермский край, мне парень давал машину, я на ней ездил. Наоборот, когда едешь на 95-м регионе, намного легче, лучше. Ну такие ситуации, допустим, особенно когда за Урал выезжаешь, мы стоим на заправке, заправляемся в Омской области, подъезжает машина, выходит парень, говорит, давайте я вас заправлю. Мы говорим, ну нормально все. Он говорит, нет, нет, вот я земляк, начинают разговаривать, все. Гаишники очень хорошо реагируют, они говорят, ребята, вы из Чечни, да. И мы когда едем, мы же всем... А многие же служили, особенно в Сибири. Да, очень многие. И мы же, когда едем, мы с собой брали очень много календарей, они просто у нас что-то закончились, потому что на 18-й год были. Мы все время что-то дарим. И для меня, наоборот, когда остановка, это не какая-то проблема, я еще так улыбаюсь, всегда говорю, о, все, класс, сейчас будет все хорошо. Они проверяют документы, паспорт спрашивают, не только права, а паспорт. Просит открыть багажник, а когда видят багажники, говорят, что-то есть запрещенное, я говорю, ребята, у нас там жестче, чем здесь. Конечно, баран. Да. И наоборот, это получается то, что мы остановились, все, мы начинаем разговаривать, я им говорю, ребята, вот я понимаю, что вы при исполнении обязанности, да, вам ничего дать нельзя. Я говорю, ну календарь же вам можно подарить, там магнитик можно подарить? Да, конечно. И многие коллекционируют, ну есть такое, что тарелки, календари, они говорят, куда едете, ну начинаешь разговаривать, они даже, вот у меня были случаи, когда мы с гаечниками ехали на заправку, и они меня со своей карты топливной просто заправляли. Я говорю, у меня есть деньги? Они говорят, ну мы тебе чем-то хотим помочь. Я так думаю. Но это же благое дело человеке, он сплочает по факту народы, которые живут на территории Российской Федерации. Нам это, конечно, необходимо всегда, в принципе. Я еще обратила внимание, у вас, вы православные были и поменяли веру, или нет? Как? Вот у вас, я понимаю, все равно мечеть. Это одежда, просто это моды. Ну это просто социализация. Не, ну мало ли, может быть, вы как бы и решили, что и как-то в идеологических, религиозных, я имею в виду, да, курсах, тоже будет легче жить и понимать друг друга. Ну, это тема... Хотя это не мешает. Ну, это тема, ничего, нет никаких противоречий между исламом и христианством. Иисус Христос, пророк Исал, он упоминается в Коране 56 раз. То есть нет никаких противоречий, ничего. И вот в этом плане тоже как бы разницы вы не чувствуете? Никакой абсолютно. У нас мечеть от храма стоит 700 метров. То есть Бог один, пророки разные. Хорошо. Ну что же, мы тоже хотим вам преподнести небольшой такой сувенир, поскольку, ну не все вам дарите. Да, мы вам тоже каталог оставляем, дарим. Вот это весь туризм развела девушка. Вот, вот эта девушка весь туризм развела. Я вам ее оставляю, посмотрите. Интересно. Очень прогрессивный. Я посмотрю. Покажи телезрителям нашим. Конечно, посмотрите. Вот, в общем, мы такой небольшой к вашей папахе и бейсболке футболочку вам презентуем. Спасибо. Вашему приятелю, с которым вы путешествуете, большой привет передавайте. Надеемся, что он к нам тоже как-нибудь придет в следующем автопробеге, например. У него как впечатление вообще? Он бывал в таких длинных путешествиях? Нет, нет, нет. Он очень хороший человек. Понимаете как? Мы с ним познакомились в горах. У меня когда есть время, я просто беру рюкзак и гуляю пешком один по горам. Я прошел всю горную часть Чечни один. И я ехал в такое село из Гухой. И просто мне нужно было доехать до перекрестка и потом 9 километров идти в гору. И первая машина, которая ехала, это ехал вот этот Рамзан. Да. И я спросил, куда ты едешь? Он спросил, куда я еду. Разговаривали. Он говорит, я еду в Моцарой. Я говорю, а где это Моцарой? Он говорит, ну это там за погранзаставой. Я говорю, можно поехать? Он говорит, паспорт есть. Да, конечно. Он говорит, все, поехали. И там такие красивые он меня места завез. А потом мы с ним разговаривали. И я говорю, вот я поеду в такую поездку. А он по своей жизни, по работе не ездил дальше Ростова-на-Дону, Москвы и Волгограда. И у него столько впечатлений. Это надо его слушать. То есть он столько для себя открыл, увидел, узнал. Я-то это все видел, просто я видел это давно. А сейчас это все как бы заново обновился, впечатления своих знакомых новых нашел, старых нашел знакомых. А для него это вообще первый раз такая масштабная поездка. Мы же еще на Ямал сначала съездили. То есть мы хотели проехать в Салихарт, мы доехали до Приобе и до Надыма. Не смогли проехать, там зимний крухнул. И мы поехали в сторону Владивостока. Ну то есть он нашел земляков, которые работают, там много лет живут. Просто человек увидел за одну поездку всю страну, практически все климатические зоны. То есть мы выехали с Северного Кавказа, доехали до Ямала, с Ямала доехали до Находки, сейчас едем обратно. Но мы не смогли только проехать в Магадан. Ну да, понятно, что уже весна, и у нас тоже в Краснодарском крае многие зимники растаяли. И вы бы могли добраться до каких-то потрясающих мест, типа там озера Виви, хотя туда прям по вертолетам. Но тем не менее, да, уже все, действительно. И в Инкии это долго и трудно. Но тем не менее. Спасибо вам огромное за такое кросс-промо регионов, да. По-другому не скажешь. Он теперь будет рассказывать о том, какая Сибирь, вообще какая за Уралья. А вы здесь, какой прекрасный Северный Кавказ. Передавайте там привет всем. И мы желаем, чтобы наша дружба укреплялась. Да вам надо приезжать просто к нам. Мы вообще, цель-то автопробега, это 200-летие города Грозного, которое будет отмечаться 5 октября. Вот. А здесь у нас очень хорошо. Вот он, вот он, кому-то отмечался. Да, девиз. Девиз автопробега, 200 лет городу Грозному. Это будет отмечаться 5 октября вот в этом году. Ну что же, тебе уже можно даже папахи, которые... Тебе очень идёт сюда вернуться. Я уже даже посмотрел, какие туры есть. Да, да, всё равно. И скажу, что действительно разнообразие. Ну да, действительно красиво. И сердце Чечни мы видели вживую, и это очень здорово. Ну здесь же тоже туризм развивается, и Красноярск очень перспективный город. Да, у нас тем более универсиада будет. Вы давайте, мы к вам 5 октября, это фонтан, да, поющий. А вы к нам уже 2 марта на универсиад. Да, а я приеду обязательно, потому что у меня... Я уже другой пробег запланировал, и я обязательно в это время буду здесь. Да, вы не пожалеете. Ну нас пригласили сюда, нас пригласил в туристический центр, Дом дружбы народов Красноярского края. И здесь столько знакомых сейчас, и я знаю, что на это время приедут со всего мира люди. Я обязательно здесь буду? Тем более, есть где жить. Вот так вот. Давайте дружить регионами, республиками, всем чем угодно, всей страной. Вот такому выводу мы лишний раз пришли и подтвердили благодаря нашему гостю, Игорь Курсаков, организатор пробега «Грозный Владивосток. Грозный». Спасибо вам огромное, Игорь, что пришли, нас посвятили. Ну и желаем вам отличной дороги домой и скорейшего возвращения уже в места, которые вам полюбили. Я приеду. Спасибо.